Вот такое видео снял, что придется книги новые покупать. Где буква? Где? Почему нет буквы? Все переплетено, море нитейно. Да, или как там поется? Очень вкусно, кстати, я очень люблю жульен. Это прям... Дайте мне барабанные палочки. Все, я против, я это не хочу расти. Всем привет, друзья, вы на канале Bookhouse, меня зовут Костя. Сегодня у нас с вами экспериментальное видео, но я имею в виду про оборудование, потому что сейчас я снимаю ролик через компьютер, через ОБС. Я, если что, извиняюсь заранее за какие-то технические неполадки. Возможно, какие-то небольшие задержки по звуку будут, но надеюсь, что это все будет некритично. Сегодня мы с вами смотрим подборку топ-100 книг. Ну, давайте назовем это так, которые должен прочитать каждый, хотя в самой подборке так не написано, но мы с вами негласно назовем это так. Эту рубрику я увидел однажды у Лены с канала «Лень читать». Ссылочку оставлю тоже в комментариях внизу. Если вам интересно, обязательно переходите, посмотрите. Я могу сказать вам сразу, что в этом видео вы найдете просто огромное количество книг, которые захотите прочитать. В этой подборке, как оказалось, просто есть столько классных книг. Поэтому давайте не буду много говорить, усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое попить и покушать, и давайте уже посмотрим на эти великолепные книги. А еще я хочу вас попросить подписаться на канал и поставить этому видео лайк, если вы до сих пор этого не сделали. Обязательно это делайте, потому что я для вас очень стараюсь, и это, наверное, единственный способ поддержать то, что делаю я. Конечно, для меня это будет очень приятно. Ну и также, если вам интересен какой-то другой книжный контент, то у меня есть телеграм-канал, который называется «Книги говорят», и там тоже можно найти много полезного и интересного. У нас сегодня с вами немного непривычный формат. Мы с вами находимся вот на немножко другой сцене, можно так сказать. Ну и плюс, я думаю, что вы заметили уже использование другого микрофона. Это, конечно, меня радует. Но это все связано именно с тем, что мне просто физически неудобно и невозможно записать экран, так как я для записи использую телефон. И поэтому мне пришлось настроить запись через компьютер. В принципе, это очень даже удобно. Ну и я надеюсь, что вам, конечно же, все сегодня понравится. Как вы уже могли заметить, я нашел сайт, но я не стал брать какую-то суперпопулярную подборку. Это какой-то портал, который называется «Букля». Литературный портал. Возможно, вы о нем что-то и слышали до этого, не знаю. Ну, в любом случае, вроде как, довольно хорошее место, где можно что-то найти. И я вот тоже нашел здесь некоторые книги. Ну и сейчас хочу обсудить их с вами. Подходят они в эту вообще категорию или нет? Сейчас я немножечко заметил, что у меня есть маленькая совсем задержка по звуку. Но я думаю, что это не совсем критично, так как изображение мое небольшое. У нас будут по большей части изображения книг. Поэтому я думаю, что все в порядке. Ну, если что, попробую что-то в будущем с этим сделать. Хотя не уверен. Это, возможно, просто компьютеру не хватает мощности обрабатывать входящий сигнал. Поэтому вот такая история. Итак, давайте начнем. Но давайте начнем, наверное, с конца. Я думаю, что да. Я не хочу начинать сначала. Я сейчас отмотаю в самый конец. И будем двигаться к самым популярным книгам. Хотя здесь вообще не сказано о том, что, ну, якобы в начале это самое-самое популярное, а в конце самое-менее популярное. Но все-таки я решил, что начнем с конца. Итак, здесь мы уже сразу с вами видим две книги. Первая книга — это Самуэль Беккетт. Наверное, именно так. И «В ожидании года» называется книга. Я вообще, честно говоря, никогда не слышал. Давайте посмотрим, что это. Удивительная пьеса, где каждый сам для себя определяет загадочную личность года. Автор дает возможность найти самому ответ на вопрос, кто он. Конкретное лицо, сильная личность, собирательный образ или бог. Кстати, кстати говоря, мне это очень напомнило «Атланта расправил плечи». Там же тоже у нас в начале, да? Кто такой Джон Голд? И вот мы там тоже пытаемся на протяжении книги узнать, кто же это такой. Мы, конечно, узнаем рано или поздно в той истории. Но, кстати, надеюсь, что «Атланта расправил плечи» тоже будет в этой подборке. И еще большой плюс этого места, которое я нашел вот, да, с подборками. Здесь есть изображение, что очень редко я просто не смог найти. Но я вот видел на Лайфлибе есть тоже с изображениями. Ну, просто текстом я не захотел. Я думаю, что это совсем скучно, если бы просто было название книги. А здесь хотя бы мы обложку видим уже. Ну, какое-то первое впечатление у нас с вами имеется. Следующая книга «Отцы и дети Ивана Тургенева». Ну, думаю, здесь много говорить не приходится. Сам я тоже эту книгу читал не так давно. Это было... А может, уже и давно. Мне кажется, это было осенью. А, осенью уже. Уже новая осень, да, пришла. Осенью, по-моему, прошлого года. Да, так что это уже тоже было давно. Ну, я... 50 на 50 для меня эта книга. Возможно, надо к ней более как-то осознанно подойти. Потому что мне все-таки... Ну, я общий посыл, понимаю, да. Но надо изучить поглубже. Ну, и давайте кратко, да, ознакомимся все-таки, о чем эта история. Это роман о противоборстве двух поколений, о их различиях и непринятии идей. Идея романа легко ложатся на современные реалии. Ну, и тут я, конечно, согласен. Здесь поднимается как раз-таки тема, да, отцов и детей. Ну, это собирательный образ поколений, да, поколение, которое старше, поколение, которое младше. Вечное противоборство этих двух поколений, конечно, ну, это, по сути, и так актуально всегда. Да, потому что разные поколения не могут найти общий язык, ну, в большинстве случаев. И единственное, что у них получается, это находить точки соприкосновения только по каким-то конкретным вопросам. Итак, двигаемся далее. О, Марсианин, Энди Вейер. Кстати, я тоже читал эту книгу. Удивительно, да? Смотрите, то есть мы только начали, а я уже эти книги читал. И это хороший знак, значит, я читаю правильные книги. Ну, на самом деле я утрирую. Понятно, что правильных книг не бывает. Правильная книга — это та, которая нравится именно тебе. А всё, что другое, тебе не понравилось, даже если это там в самых классных подборках, ну и что? Ничего страшного. Просто тебе это не нравится. Зачем себя заставлять, правильно? Вот и я так думаю. Итак, Марсианин, Энди Вейер — это очень классная научно-фантастическая история. Ну и в принципе, она, я думаю, возможна в реальности. По воле случая астронавта остается один на космической базе, на Марсе. А, всё, я понял, тут неправильно написано. По воле случая астронавт остается один на космической базе на Марсе. У него ограниченное количество ресурсов, а вот связи с людьми нет. Но он не сдаётся. Он верит, что за ним вернутся. Это прям история о, ну не знаю, наверное, оттяге к жизни, да? Когда человек, он остался один на другой планете, и он из подручных средств там собирает какие-то, ну, оборудования, да? Там он пытается вырастить что-то, какие-то растения, используя тоже свой корабль как, по сути, дом, да? Для него корабль становится домом. Там очень интересно всё описано. Плюс там нету изобилия какого-то технических подробностей. Там есть некоторое описание, да, технической составляющей, но всё-таки это не прям там целая гора. Следующая книга «Норвежский лес. Харуки. Мураками». Тоже читал эту историю, и даже песню я эту добавлял. Кто её поёт, я забыл. Но называется она Norwegian Wood. Так она и называется, «Норвежский лес». История неоднозначная. И, кстати, да, я забыл. Давайте, наверное, будем говорить своё мнение, да? Согласны или нет? То есть по первым книгам, да, отцы и дети, марсианин, я согласен, хотя, ну, у марсианин только с точки зрения интереса, да? Если говорить топ-100 книг, которые нужно прочитать, то тогда, наверное, надо философскую составляющую, да, смотреть. То есть книга, наполненная смыслом. Но нет, окей, марсианин тоже наполнен смыслом, да? Как я уже сказал, это выживание, это безграничные возможности человека, да? На что он способен, как раз-таки здесь это очень хорошо описывается. Итак, «Норвежский лес. Харуки. Мураками». История о человеческих судьбах в Японии в 60-х годах 20-го века. История о человеческих потерях. Воспоминания о Тору, которые познакомят читателя с разными людьми и их историями. Я не могу сказать, что мне прям супер эта книга понравилась. Ну, такой прям хороший среднячок. Не знаю, возможно, кстати говоря, её стоит перечитать, потому что у меня как-то раз было желание это сделать, что-то меня остановило. Но в целом, ну, вроде бы как я прям не скажу, что я нашёл огромную глубину в этой истории. Так что давайте, пока эта книга у нас останется в пограничном состоянии. Давайте так определим. Не будем её совсем списывать со счетов. Ну, так оставим где-то между. За и против. Ну, и можем двигаться дальше. Волки Кали... А, подожди. Всё. Стивен Кинг. Тёмная башня. Серия книг, я думаю. Что тут за история? Фантастический цикл романов «Повелителя ужаса». В этой серии происходит переплетение жанров. В книгах тесно соседствуют ужасы, вестерн, научная фантастика и другие жанры. Это история о стрелке Роланде, который ищет Тёмную башню. Многократно уже слышал упоминания об этой истории. Конечно, сам не читал и вообще, честно говоря, особого желания не испытываю. Всё-таки я понимаю, что, во-первых, это очень много книг. И то есть, это надо прям основательно к этому делу подойти. Мне хватает моих книг Стивена Кинга, из которых ещё половина не прочитана. Хотя, кстати, вот в ближайшее время есть у меня некоторые планы и задумки. Ну, во-первых, в октябре хочу в совместных чтениях у Алены прочитать. Если мы выберем, это безнадёга. Очень хочется. А я сам хочу прочитать. Не скажу пока что, потому что ещё сам не придумал. Просто хочу, а что, не знаю. Про Тёмную башню ничего не могу сказать. Ну, думаю, что, наверное, стоит согласиться с этим решением, да, что книга сюда попала. Потому что, ну, раз книга пользуется, точнее, вот этот цикл, да, весь, пользуется популярностью, наверное, всё-таки это не просто так. Да, по праву, Стивен Кинг считается великим писателем. Ну, и я думаю, что он заслужил своё место. Я думаю, что это не последняя книга в этой подборке этого автора. Следующая история. Облачный атлас. Дэвид Митчелл. Вообще ничего не слышал. Ну, про автора слышал. Книгу тоже когда-то, мне кажется, слышал. Мне, кстати, очень нравится обложка, если честно. И название. Давайте прочитаем, о чём книга. История прошлого, настоящего и будущего. История людей из разных времён. Но эти истории составляют единую картину всего нашего мира. Ну, вообще, довольно интересная аннотация, я скажу так. Надо эту книгу будет взять на заметку. Ну, я себе запишу, обязательно потом ещё изучу. Вы тоже, если читали, напишите, как вам эта история, стоит ли вообще браться за неё. А мы двигаемся дальше. О, ну, конечно, конечно, конечно. Джордж Мартин «Песнь льда и пламени». Это цикл. Это, ну, если простыми словами, то это «Игра престолов». Да, всем известный сериал. Он как раз-таки по этому циклу и снят. Все книги у меня есть. Благополучно стоят на полке. Ещё я прочитал только одну книгу. Я, кстати, по-моему, как раз в последнем видео об этом только говорил. Ну, и что я могу сказать? Эта история, конечно, прекрасна. Она на самом деле прекрасна. Я очень давно смотрел сериал. Ну, говорю уже это как заученный текст, потому что я уже неоднократно это рассказывал. Но если вы вдруг первый раз на моём канале, то, во-первых, не забывайте подписаться. А во-вторых, сейчас я вам тоже коротко расскажу историю знакомства с «Игрой престолов». Так вот, первую книгу я прочитал, и она мне очень понравилась, потому что приятный слог. И несмотря на обилие персонажей этой истории, я в них почему-то не путался. Ну и в конце истории есть путеводитель в конце книги, где как раз-таки написаны все семьи. Кто там, чей брат, чей сват, чей друг, чей враг и так далее. И это как бы облегчает, по сути, работу. Единственное, хотелось бы ещё увидеть карту, да, ну, карту событий. Хотя, мне кажется, что она там есть. Или это в другой книге? Ну, не помню. По-моему, там, мне кажется, нет карты. В общем, это фантастическая история о другом мире, где правят короли и живут драконы. Почему здесь, кстати, некоторые буквы или слова пропущены, меня очень удивляет. «Любовь, предательство, интриги, войны и смерть. И всё ради власти». Это прям очень интересный цикл. Сто процентов согласен за то, что он находится здесь. Следующее произведение Евгений Онегин. «Александр Пушкин». Да? Кто и написал это произведение? Правильно, Александр Пушкин. Если что, не путайте. Потому что я сейчас чуть не запутался, сказал Евгений Пушкин, хотел сказать. И так совпало, что сейчас как раз-таки, вот буквально вчера, я начал читать эту книгу. Мне подарили такое шикарнейшее издательство. Ну, оставляю подсказку. Вот здесь? Нет. Там картинка другая. В общем, оставляю подсказку. Это мне на день рождения пришла посылка. Там как раз-таки была эта книга, иллюстрированное издание. Просто великолепное. Там... Ой, короче, просто посмотрите. Там точно вам понравится. Роман в стихах рассказывает историю о судьбе дворянской интеллигенции с их пороками и эгоизмом. А в центре истории любовная история бесчисливого конца. Вот это что? Где буква? Где? Почему нет буквы? Так ни в какие ворот не лезет. Пока прочитал буквально там первую часть. Ну, не могу сказать, что я пока в большом восторге. Но, в принципе, общее настроение я понимаю. Ну, и здесь я точно не смогу сказать, что я против, чтобы эта книга здесь находилась. Ну, потому что, во-первых, я еще сам не знаю, еще не дочитал. Ну, и, в принципе, я думаю, что это по праву место здесь. Я думаю, что книги здесь все-таки не по популярности, а просто 100 книг. Может быть, как-то по алфавиту. Хотя нет, Евгений на Е начинается. Короче, Пушкина оставляем. Ничего с ним не делаем. Он точно здесь должен быть. Эту книгу нужно обязательно прочитать. И, кстати, что, кстати, самое интересное, вот с чем я, ну, как-то поспорил вчера, когда взял книгу. Там написано где-то в аннотации или на задней обложке, что каждый образованный россиянин знает эту историю. То есть, типа, вывод, что если ты не читал, значит, ты не образованный. Ну, я бы поспорил. Я бы очень сильно поспорил. Вот такие субъективные высказывания, конечно, меня иногда напрягают. Я бы даже сказал, это, наверное, оценочные какие-то суждения. Причем, мне кажется, таким оценочным суждением явно не место в книгах. Особенно не от самого автора, да. Когда автор в книге, да, в самом, допустим, в романе высказывает свое мнение на тот или иной счет. Окей, ну, он написал книгу, это его право. Но когда какой-то издатель, да, пишет вот так вот в аннотации, что каждый образованный человек знает эту историю. Большие вопросы. Что думаете на этот счет? В комментарии обязательно. О, я понял. Короче, смотрите, мы двигаемся с вами дальше. Я понял, что эта подборка просто великолепная. Она мне очень подходит. И следующая книга — это Маркус Зусак «Книжный вор». Кстати, почему здесь Зусак? Ну, это, наверное, какие-то тонкости перевода. Возможно, что и так, и так верно. Не знаю. Я думаю, что это не столь важно. И сразу хочу сказать о том, что эта книга, которую я настоятельно рекомендую. Когда меня спрашивают одну из твоих самых любимых книг, я говорю именно о ней. Потому что это та история, которая учит нас понимать какие-то ужасные вещи, которые происходили во время войны. Это история, где мы видим глазами ребенка все события и понимаем его чувства. Нам автор дает возможность вместе с этим ребенком почувствовать и побывать в этой ситуации. Однозначно, книга сюда подходит. Да, и, кстати говоря, в этой истории повествование ведется от лица смерти. Да, то есть, ну, это, по сути, дух, который летает. И вот он повествует, рассказывает какие-то события, которые он сам видит. Необычный слог у Зусака, но всем советую познакомиться прям настоятельно. «Глиняный мост», кстати, книга у него тоже великолепная. Я вот у него не читал еще «Я посланник», но думаю, что когда-нибудь я это исправлю. Далее. «Бойцовский клуб Чака Паваника». Конечно. Без этой книги здесь тоже не могло обойтись. Хотя для меня она, не могу сказать, что произвела какое-то сильное впечатление. Я, ну, прочитал, удовлетворил, в принципе, свое желание это сделать. Я имею в виду прочитать эту книгу. Это больше такая книга-вызов, книга-провокация. Ну и давайте я вам тут зачитаю. «Как бы ни ругали творчество этого автора, нельзя отрицать, что его книга «Бойцовский клуб» является одним из символов нашего поколения. Это история о людях, которые решили изменить этот грязный мир. История о человеке, который смог противостоять системе». В целом, после такой аннотации, я понимать должен, что я вообще-то фанат таких историй. Я очень люблю. Но мне почему-то было тяжело читать. Мне как будто бы слог автора показался невероятно тяжелым. Несмотря на то, что эта книга, она маленькая, прям очень маленькая по объему. Она еще в нестандартном формате. Меньше. По размеру. Но мне как-то прям было очень трудно. Не знаю. Но окей. Тоже соглашусь. Книга остается здесь. Так. Ну а мы с вами двигаемся далее. Итак. «Госпожа Бовари». Наверное, верно. «Гюстов Флобер». Знаем такую историю, но не читал. Кстати, да. Я хотел ее когда-то прочитать. Потом где-то я наткнулся на какой-то не очень хороший отзыв. И как-то передумал. По-моему, еще она довольно большая, эта книга. Эта история признана величайшим произведением мировой литературы. Эмма Бовари мечтает о красивой светской жизни. Но ее супруг, провинциальный врач, не может удовлетворить ее запросов. Она находит любовников. Но смогут ли они исполнить мечту мадам Бовари? Неоднозначная аннотация. Да, я, наверное, с вами соглашусь. Но что сказать я могу? Мне кажется, что эта книга тоже здесь не просто так находится в этой подборке. Так как, конечно, это тоже великое произведение, которое знает почти каждый человек, кто увлекается или как-то связан с литературой. Поэтому оставляем. Правильно? Оставляем. «Толстой. Война и мир». Та самая великая книга, великий роман, который обошел меня стороной. Ну или ладно. Я его обошел стороной. Я прям не хочу пока что его читать. Меня пугает объем этой истории. Я понимаю, что на эту книгу нужно минимум месяц выделять полноценно. Как это в школе можно прочитать? Я вообще не представляю. Если я там сейчас, допустим, читаю там где-то, ну, 100 страниц в день в среднем, то в школе я, во-первых, вообще ничего не читал. Ну и для меня это был бы вообще какой-то ужас. Я помню, что я «Война и мир» прочитал одну страницу в школе и все на этом. Ну и какие-то, наверное, отрывки с фильма мы смотрели. Я помню, что это было такое дело. Ну и здесь, конечно, много рассказывать о книге не нужно. Я думаю, что вы сами все знаете. Это роман, который описал целую эпоху, можно сказать. Естественно, эта книга остается здесь, в подборке. «Красная и черная. Стендаль». Слышал, слышал такую историю. И прям, мне кажется, она у меня лежит в избранном. Да, потому что я как-то хотел ее приобрести. Было такое дело. Это 100%. Ну вот, пока что, пока что без нее. Не знаю. Давайте прочитаем, что здесь. История о Жульене Сорелле. Блин, Жульен. Я почему-то сразу продумал про грибы. Ну, это Жульен, который с сыром. Очень вкусно. Кстати, я очень люблю Жульен. Полезная информация. Запоминайте. История о Жульене Сорелле и душе, в которой идет противоборство двух чувств. Страсти и честолюбие. Эти два чувства настолько переплетены, что часто их невозможно различить. Ну, тоже довольно интересная аннотация. Что сказать? Что сказать? Давайте скажите вы. Если читали, пишите, как думаете. Согласны или нет, что эта книга находится здесь. Ну, если идет противоборство внутри человека, если это все качественно прописано, то я думаю, что да. Книге хватает глубины и каких-то интересных деталей, которые и позволили этой книге стать всемирно известной. Она же всемирно известная, правильно? Я ничего не путаю. Итак, следующая история Бориса Васильева «Завтра была война». Пронзительная повесть о войне. О настоящей любви к родителям, друзьям и родине. Эту повесть надо прочитать, чтобы ощутить всю эмоциональную составляющую этой истории. И я, кстати, во-первых, я точно согласен, что эта история должна быть здесь, хотя я ее еще не читал. Но у меня сборник Бориса Васильева «Завтра была война», «В списках не значился» и «Азорь здесь тихий». Я вот прочитал «Азорь здесь тихий» и «В списках не значился». Это, конечно, просто великолепно. Сейчас у меня появилась потребность почему-то читать такие истории. Мне захотелось проникнуться этим духом. Мне очень хочется еще больше прочувствовать эмоциональную сторону этих событий. И, ну, наверное, как-то для себя просто осознать еще больше, насколько это страшно и насколько поразительны подвиги наших людей, которые вот сражались за свободу. Книга однозначно заслуживает своего места. Ой, это что такое? Гюнтер Грасс «Жестяной барабан». Это прям... Дайте мне барабанные палочки. Судя по обложке, мне сразу не хочется, чтобы эта книга находилась здесь. Прям вообще. Не знаю, давайте аннотацию. История о мальчике по имени Оскар Мацеррат, который с приходом к власти национал-социалистов в Германии отказывается расти в знак протеста. Таким образом он выражает свой протест переменам в немецком обществе. Стоп, что? Он отказывается расти? В смысле? Так, надо потом изучить этот вопрос. Что он просто каждый день себя держал вот так, чтобы не вырасти, что ли? Или что? Каждый день стоял вот так. Все, я против. Я это не хочу расти. Буду себя держать вот так, чтобы не вырастать больше. Сегодня у нас, видите, какой день юмора получается. Хотя я так понял, что, наверное, эта история вообще-то не с юмором. И как бы не получилось так, что я пошутил не там, где надо. Ну, если что, заранее прошу прощения. Если читали книгу, пишите обязательно, потому что я не знаю. Возможно, я потом еще посмотрю отдельно уже после ролика, что это за история. Ну, а пока переходим к Бальзаку. Отец Горио. К сожалению, пока еще с Бальзаком я тоже не знаком. Ну, хочется, конечно, исправить это дело, потому что это тоже великий писатель. Ну, и давайте об этой истории, наверное, прочитаем тоже аннотацию. Удивительная история о безграничной и жертвенной любви отца к детям. О любви, которая никогда не была взаимной. О любви, которая погубила отца Горио. Ну, кстати, такие истории тоже довольно интересные. Судя по аннотации, книга также остается здесь. Я тоже согласен. Вот эта обложка до сих пор меня напрягает. Идем дальше. Андрей Сапковский. Ведьмак. Замечательно. Такое, такое, наверное, стоило ожидать. В принципе, это тоже довольно популярная сага, да. Потому что все ее почти знают. Мне кажется, сериалы, фильмы, что только нету по ней. И я, конечно же, как обычно, ее не читал. Но и скажу вам по правде, потому что я всегда честен с вами. Скажу так, что я не собираюсь читать эту историю. Мне вообще-то очень все далеко. Моя цель это прочитать цикл «Песни льда и пламени». После этого уже будет понятно, готов ли я читать что-то еще подобное. Я ведь так понимаю, что, в принципе, жанр одинаковый, да, у Мартина и вот у Ведьмака. Я думаю, что да. Поэтому, ну, книга здесь обязательно остается. Конечно, она тоже, видимо, прекрасная, раз столько поклонников у этой истории. Ну, а слева у нас Роджер Железный. Железный. Не знаю, если что, поправьте. Книга называется «Хроники Амбера». Классика фэнтезийного жанра. Хроники разделены на два тома по пять книг. Еще десять книг. В этом цикле можно найти путешествия в пространстве и времени, войны, интриги, предательство, а также верность и мужество. Мне прям по аннотации очень кажется, что они прям похожи. Возможно, поэтому они здесь рядом. Про это вообще ничего не могу сказать, поэтому двигаемся дальше. Ох, какие-то прям две книги просто максимально, знаете, противоположные. Как будто бы эту подборку специально делали для того, чтобы я видео снял и мог все это обсудить. Джоан Роулинг, Гарри Поттер. Ну, здесь все семь книг, которые нужно читать и перечитывать. Ну, я, конечно же, читать не читал. Вот, к сожалению, так получилось. Потому что, не знаю, что-то говорят про перевод, что он какой-то везде странный. И даже в Росмане он странный. Насчет фильмов я могу сказать, что да. Фильмы я смотрел все. Я смотрел их 100 200 миллионов раз. Уже, не знаю, я их смотрю каждый год. По-моему, я всегда их смотрю в Новый год. Обязательно вот в праздник я всегда почему-то их смотрю. В течение года, наверное, нет. Но все семь или восемь частей, да, семь, наверное, я обычно всегда пересматриваю. Но в любом случае, мне там интересно только, наверное, первые четыре, да, где Кубок Огня четвертая. Да, Философский Камень, Тайная Комната, Узник Аскабана, Кубок Огня. Дальше идут Принц Полукровка и Дары Смерти две части, да. По-моему, так. Так вот мне, ну ладно, Принц Полукровка еще более-менее, Дары Смерти я что-то вообще как-то мимо меня. Мне не особо это интересно, но произведение великолепное. А вот то, что у нас здесь слева находится, это прям вообще, это мы сейчас поговорим. Джеймс Джойс Улисс. Тот самый скандальный Улисс, вокруг которого ходит, ну, просто целая куча каких-то обсуждений. Улисс, который, мне кажется, смог уже напрячь каждого книголюба, потому что, ну, я думаю, что каждый книголюб сталкивался с этой книгой где-то, либо где-то слышал, либо где-то что-то видел. И по большей части, это всегда очень неоднозначные мнения, потому что это очень тяжелая книга. Вот реально. Здесь я прям могу сказать это откровенно, что это тяжелая книга. Я сам покупал эту книгу в самом начале, когда я только начинал читать. Сейчас я понимаю, что это была просто огромная ошибка, но я был тогда еще не подготовлен к этому. Так вот, в самом начале читательского пути я там прочитал «Богач бедняк» Эрвина Шоу, «Триумфальную арку» Ремарка и такой, блин, ну все, мне очень нравится классика. Давайте посмотрим подборки классики. И там классика, которую, да, надо прочесть там каждому человеку. И там Улисс в первых рядах. Я такой, о, ничего себе, блин, очень хочу. Когда я купил, когда я начал читать, я понял, что я очень не хочу это делать, потому что мне было очень тяжело. Там я прочитал 30 страниц, и все, мне больше не хватило. Там очень тяжелая манера повествования, но, если что, я в любом случае хочу рано или поздно вернуться к этой книге. Я хочу ее осилить, хочу понять ее величие, потому что, ну не просто же так, все ее восхваляют, что это просто супер книга. Поэтому будем возвращаться. Это история одного дня главного героя Лео Блума, без прикрас, а так, как она есть. Его работа в издательстве, посиделки в кафе за чашечкой кофе, улицы Дублина и многое другое. Улисс – лучший образец потока сознания. Ну да, здесь надо понимать, что там повествование ведется от Улисса, ой, от Лео Блума. И вот там идет просто реально поток. То есть вот все, что человек думает постоянно, каждая его мысль, там все идет в бумагу. И там прям бывает, ну просто набор слов. То есть, да, мы бывает думаем что-то, сидим, да, и у нас просто какой-то поток, поток, поток идет. И вот здесь прям в книге то же самое. Следующая книга – Уильям Фолкнер «Шум и ярость». А, это, наверное, как звук и ярость, да, один перевод, ну точнее разный перевод, но книга та же самая. Такую слышал, такую слышал. Так, она у меня даже есть, но я еще пока ее не читал. «Четыре персонажа, каждый из которых рассказывает свою версию событий. И чтобы понять, о чем идет речь, нужно дочитать до конца, где пазлы сложатся в единую картину жизни и тайных желаний». Да, в этой книге, насколько я знаю, идет повествование в одной главе от лица «Человек с нарушением в мозговой деятельности». Наверное, вот так я бы это сказал. Если что, я как бы ко всем отношусь одинаково. Это просто я не знал, как это выразить. В общем, я думаю, что вы меня правильно поняли. Хочу это прочитать. Книга прекрасная. Ну, судя по отзывам. Она немного тяжеловатая, насколько я знаю, в плане подачи. Но все равно очень хочу прочитать. Книгу оставляем. Джозеф Хеллер. Поправка 22. Вот с этим не знаком, но тоже много раз слышал. Одна из самых лучших книг о Второй мировой войне. В ней автор смог показать бессмысленность войны и чудовищную нелепость государственной машины. Ха. Я беру эту книгу сразу на заметку. Потому что я как-то аннотацию не читал. Оказывается, здесь все вот так. А такое ведь вы знаете, что я очень люблю. Поэтому книгу из-за аннотации тоже оставляем тут. А я буду ее обязательно читать. Итак. Герман Мелвилл Моби Дик. Ну, тут большие вопросы. Ахав, капитан китобойного судна, поставил целью своей жизни месть киту по имени Моби Дик. Вид погубил слишком много жизней, чтобы оставить его в живых. Но стоит капитану начать охоту, как на его корабле начинают происходить загадочные, а порой страшные события. На самом деле сказать я ничего не могу. Я эту книгу слушал только в оригинале на английском языке, когда я пытался прокачать свои навыки в аудировании. Не могу сказать, что книга прям достойна такой подборки, что, ну, мне кажется, мне кажется, есть намного больше книг, которые прям заслуживают сюда попасть. Ну, оставим мое мнение при себе, да, наверное, и двигаемся дальше. На игле Ирвин Уэлш. Это на игле, это который фильм, да, или нет? История друзей, которые однажды открыли для себя наркотики и эйфорию. Каждый персонаж необычен и довольно умен. Они ценили жизнь и дружбу, но ровно до того момента, как гигантин встал на первое место. Ой, это мне кажется очень интересно. Кстати говоря, я бы хотел это прочитать. Да, мне прям, ну, нравятся, в принципе, такие истории. Плюс я такого не читал, а что-то новое всегда это интересно. Ну и плюс, я так понимаю, это все-таки больше такая классическая литература. Поэтому да, мне бы хотелось это сделать. Обязательно. Надо будет почитать. О, Саммерсет Моэм. Время страстей человеческих. История жизни Филиппа. Он сиротай на протяжении всей своей жизни. Он не только ищет смысл жизни, но и самого себя. А главное, понять окружающий мир и людей. Насколько я знаю, это автобиографическая история. Да, ну, если что, поправьте. У меня она тоже есть. Просто в шикарнейшем издании. Это, по-моему, от Эксмо оно. Где супер обложка и там синий переплет такой, ну, под кожу сделанный. В общем, здоровская книга. Книгу точно здесь оставляем. Сто процентов должна быть тут. Так, и смотрим дальше. Камю посторонний. Такое слышал. Тоже такую книгу знаем, но тоже не читал. Мерсо живет отстраненной жизнью. Создается впечатление, что его жизни и вовсе ему не принадлежит. Ему все безразлично. И даже его действия пропитаны одиночеством и отречением от жизни. Ну, хорошо, хорошо. В целом, аннотация тоже довольно интересная. Ну, насколько я знаю, тоже автор считается одним из таких самых прославленных, да, которые существовали и существуют до сих пор. Но ничего сказать не могу. Могу сказать, что рад, что эта книга оказалась здесь. На этом как бы все. Макс Фрай. «Лабиринты Эхо». Это множество удивительных и очень интересных фантастических историй о сыщике Макси Фрая. Который живет и работает в городе Эхо. Эта серия будет интересна и детям, и взрослым. Я слышал про этого автора что-то, но я не читал. Не знаю, как-то мне что-то и не хочется вроде бы. По аннотации тоже не могу сказать, что книга мне будет интересна. Давайте это будет первая книга, которую мы отсюда уберем. Да, давайте мы подумаем, что она нам здесь не нужна в этой подборке. Хотя, возможно, я ошибаюсь. И она заслуживает место здесь. «Имя Розы» Умберто Эхо. Такого вообще не слышу. Это многогранный роман, где на фоне средневековья и религии переплетено множество сюжетных линий, которые тесно переплетены между собой. «Все переплетено», «Море нитей но». Да, или как там поется? Наверное, что-то такое. Ну, так как тут средневековье и религия, мне тоже бы такое было очень сложно. Я прям сторонюсь таких вот средневековых историй. Мне это все очень далеко. Не знаю. А вот Олдос Хаксли с «О дивным новым миром» — это то, что здесь должно быть обязательно. Роман «Антиутопия», роман «Сатира», «Мир, где богом стал Генри Форд». А началом времен создается создание первого автомобиля «Форд Т». Людей просто выращивают, а о чувствах не знают ничего. Это история, в которой людей выращивали в пробирках. Людей там, да, кому-то больше вещества какого-то капнули. Значит, это будет элитный человек. Кому-то меньше добавили, ну, скажем так, какого-то умного вещества. Тот будет, значит, глупее, будет только всем прислуживать. И вот эти элиты, они там разделяются. Там альфа, бета, по-моему, так они называются. И это, конечно, вещь страшная. Очень хочется в то, чтобы такого будущего мы с вами не увидели. Ну, я надеюсь, что так и будет. Но, скорее всего, мы с вами уже точно не увидим. Хотя, если этот ролик будет на Ютубе еще там, не знаю, лет 400, там, прикиньте, там, ролик будет на Ютубе реально лет через 300, там, вот будет интересно кому-то посмотреть. И там будет человек сидеть такой, да, из пробирки выращенной. Ну, наверное, не через 400, наверное, еще побольше времени должно пройти. И он просто сидит из пробирки такой, о, ничего себе. А мы там думали, что такого никогда не будет. А вот случилось, подумает он. А мы подумаем о том, что надо уже ускориться и двигаться дальше. Потому что видос получается огромный, я так чувствую. Я думаю, что это реально будет часа на полтора. Потому что уже 45, уже, наверное, даже больше минут. Ну, посмотрим, что там в монтаже получится. Следующая книга «Саммерсет Моэм» уже второй раз. Кстати, первый автор, который дважды нам попался. С книги «Театр». История актрисы, которая всю жизнь работает в театре. И что же для нее реальность? Игра на сцене или игра в жизни? Сколько ролей приходится тебе играть каждый день? А вот эта тема, кстати, тоже мне довольно интересна. Я, правда, книг не читал. Видео у издательства «Синбад». Сейчас книга у них вышла какая-то... По-моему, он так и называется «Актриса». Она, да, она мне очень приглянулась. Ну, по обложке. Мне очень книга понравилась. Ну, что сказать. Я не читал, но книга остается здесь, потому что тема довольно интересная. Да, потому что, ну, все актеры... Да, это мы с вами видим их такими вот радостными. Да, все, что у них все хорошо. На самом деле эти люди, ну, тоже люди, как все. Да, у них тоже бывают плохие моменты. И в жизни, может быть, довольно тяжело. Поэтому надо, кстати, да, посмотреть на эту книгу поближе и все-таки ее прикупить. Вот это книги. Вот это книги. Вы понимаете, они вместе. Вот просто. Это что за великолепие? Чудесно. Франц Кавка «Замок» — это самый настоящий сон, который пугает своей реалистичностью и не выпускает из своих объятий даже тогда, когда ты открываешь глаза. Да, это история о человеке, который должен был попасть в некий замок, ну, для совершения некоторых действий. И когда он пытается туда попасть, он сталкивается с бюрократической машиной. И как это все описано, это просто восторг. Эта книга должна быть, я думаю, в первой двадцатке где-то. И слева у нас «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Трилогия. Я думаю, что вы тоже о ней слышали. Социалисты приходят к власти и берут курс на равные возможности. Власти считают, что талантливые и богатые должны улучить благосостояние других. Вот только вместо счастливого будущего привычный мир погружается в хаос. Я обожаю эту историю. Кстати, да, оставлю вам подсказку на рубрику «Мысли вслух». Там я обсуждал книгу «Атлант расправил плечи». Ну, несколько интересных мыслей выбирал и про них что-то говорил. Все, обещаю вам вернуть эту рубрику. Ну, обещаю еще раз, что я верну эту рубрику. Ну, что вот так вот. Ну, на самом деле, в планах есть. Хочу это сделать. Вот, поэтому ждите. Ждите, все будет. Книга по праву здесь. Это потрясающая история. Да, я прочитал аннотацию? Да, прочитал. А, ну и, кстати, в подборке с антиутопиями тоже оставлю подсказку. Можете посмотреть и другие. Там, кстати, есть и «Замок» и «Атлант расправил плечи». Про обе книги рассказываю. Ого, Бернхард Шеллинг «Чтец». Ну, кстати, такая обложка очень неоднозначна. Типа, он что, всегда типа книгу читает, да? В книге очень много вопросов, которые остались без ответа. Книга заставляет думать и анализировать не только происходящее на страницах, но и свою жизнь. Это история о любви и предательстве, которая никого не оставит равнодушным. Ничего не могу сказать, но мне название очень нравится. Реально, я хочу прочитать эту книгу. Беру тоже ее на заметку и оставляем ее в этой подборке. А слева у нас Вальтер Скотт и его Айвенга. Я об этой книге... Ну, что-то слышал, конечно, но не читал. Повествование романа уведет читателей в далекое прошлое, во времена Ричарда «Львиное сердце» и первых крестовых походов. Это один из первых исторических романов, который обязан прочитать каждый. Ну, если там исторические подробности, значит, окей. Книга заслуживает позиции своей. Оставляем. Но не уверен, что я захочу это читать. Мне историческая тема очень тяжело дается. Я понял, что я нашел идеальную подборку. Потому что, ну, я как бы не смотрел ее так, не листал заранее. То есть я просто нашел, посмотрел, что здесь удобный формат, есть картинки, описания и так далее. И решил, что все, я вот снимаю вот здесь. И прям книги здесь, да, такие прекрасные. Мне кажется, мы здесь с вами нашли кучу разных книг. И это, конечно, радует. Зачем же мы тут собрались? Конечно, чтобы найти самые классные книги. А справа у нас коллекционер Джона Фауза. И я тоже советую вам обязательно прочитать эту книгу. Это психологический роман. Ну, или триллер, не знаю. В общем, давайте с аннотацией ознакомимся. Он простой служитель ратуши, одинокий и потерянный. У него есть страсть коллекционирования бабочек. Но однажды он захотел к себе в коллекцию девушку, которая покорила его душу. Да, как раз-таки вот об этом и пойдет история. Ну, я вам точно гарантирую, что она вам понравится. А слева Оват. Войнич. Это Лиллиан. Да, Войнич, наверное, это женская. Да, правильно, это женщина. Я просто не читал. Но вы мне совсем недавно, когда я снимал книжные покупки в Читай-городе, там была эта книга. Вы сказали, что она прям великолепная. Я еще ее не приобрел. Ну, потому что я пока что как бы сказал себе, что я пока не покупаю книг. Ну, не знаю, возможно, теперь придется. Вот такое видео снял, что придется книги новые покупать. История о свободе, долгие чести, а еще о разных типах любви. В первом случае это любовь отца к сыну, которая пережила множество испытаний и пройдет через поколение. Во втором случае это любовь между мужчиной и женщиной, которая похожа на костер, то тухнет, то вспыхивает вновь. Ну, судя по аннотации, здесь все как бы довольно интересно, поэтому книгу оставляем и идем дальше. Во! Две книги и вообще ничего не знаю о двух книгах. Это очень похоже на Форст Гамп, почему-то сразу обложка. Значит, это Бернард Вербер «Империя ангелов». Мишель попал на суд Архангелов, где ему предстоит пройти процедуру взвешивания души. После суда он стоит перед выбором – отправиться на землю в новом воплощении или стать ангелом. Путь ангела не прост, как и жизнь простых смертных. Первое впечатление, что я не хочу это читать, прочитав аннотацию, я такой – ого, вот это интересно. Хочу, хочу такое читать. Прям очень интересная аннотация. Напомнила мне книгу… Сейчас скажу вам. Это у нас Жан-Поль Сартер. Блин, как же она называется? Сейчас. Надо посмотреть. Да, книга Жан-Поль Сартера «Ставок больше нет». Вот эта история очень похожа, кстати. Слева у нас Ричард Бах, чайка по имени Джонатан Ливингстон. Тоже не слышал. Даже простой чайке может надоесть серия «Серая жизнь», а обыденность приелась. И вот тогда чайка посвящает свою жизнь мечте. Чайка отдает всю свою душу на пути к заветной цели. Ну, вот это 50 на 50. Не уверен, что хотел бы такое читать. Поэтому дальше идем. Аркадий и Борис Стругацкий. «Пикник на обочине». Думаю, что много из вас знают эту книгу. Я ее не читал. После знакомства по книге «Трудно быть богом». Пока не уверен, что хочу продолжать знакомство со Стругацкими. А здесь мы имеем фантастическую повесть, которая описывает жизнь сталкера Редрика Шухарта, который из аномальных зон на земле добывает внеземные артефакты. Кстати, может быть, эта игра сталкера, да, она по этим историям сделана? Не знаю. Ну, книгу оставим. Она все-таки по праву считается тоже великим произведением, я так понимаю. А слева у нас Лолита Владимира Набокова, которую тоже, наверное, вы все прекрасно знаете. Роман затягивает свою нездоровую паутину страсти и нездоровой любви. Главные герои постепенно сходят с ума, подвластные своим низменным желаниям, как и весь их окружающий мир. В этой книге точно не будет счастливого конца. Зачем давать такую аннотацию? Не могу понять. А я вам скажу, что счастливый конец в этой книге возможен. Поэтому читайте, если вам интересно. Я читал совсем недавно, мне не зашло, скажу прямо. Но я не могу сказать, что эта книга не должна быть здесь. Она должна быть здесь, потому что она много кому нравится. Но мне было очень тяжело, поэтому я вам скажу так, что для меня не подходит. Но прочитать, наверное, все-таки можно. Но будьте готовы, что это очень сложное чтение. Следующий. Виктор Гюго «Человек, который смеется». И, кстати, да, сразу про две, давайте скажу. Отверженные Виктор и Гюго тоже. Обе книги просто потрясающие. Даже советую, наверное, начать с «Человека, который смеется», потом уже отверженных. Потому что отверженные еще более масштабные, чем «Человек, который смеется». И вот «Человек, который смеется», она, ну, как-то прям полегче, что ли, шла. Но обе книги прекрасные. Прям точно вам советую. Обязательно читайте. Я, кстати, да, давайте, наверное, мы не будем зачитывать аннотацию. У меня же вроде на экране хорошо видно. Да, даже давайте я сейчас попробую. Вот здесь уменьшу. А вот так увеличу. Да? И, наверное, будет очень даже неплохо. А то мы... Что-то я вам зачитываю то, что и так видно, да? Ну, если что-то прям совсем интересное, то, конечно, буду читать. Я думаю, что нам бы хотя бы в полтора часа-то уложиться надо. Поэтому надо, да, надо работать усердно. Харпер Ли «Убить пересмешника». Великолепная история. Это история о расовой сегрегации. Это, ну, такая, знаете, довольно тоже провокационная история. Но стала она знаковой вехой в борьбе с расизмом. Потому что там эти темы прям очень сильно поднимаются. Произведение рассказывает о жизни маленькой Джины Луизы и ее близких людях. А слева у нас Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом». Или еще, да, как она ее называет? «Пролетая над гнездом кукушки», по-моему, так. Неоднозначная книга, конечно. У нее много почитателей, но и много тех, кому она, в общем-то, не особо нравится. Я, наверное, причислю себя больше к тем, кому она нравится. Потому что, ну, я читал, у меня, в принципе, остались хорошие ощущения от прочтения. Ну, здесь историю нам рассказывает пациент психиатрической больницы. Но она довольно интересная. Так что обязательно тоже читайте. Книги здесь обе заслуживают свое место. Далее «Три мушкетера» Александр Дюма. Тоже прекрасно, я считаю. Очень даже, очень даже. Я, кстати, не читал. Ну, наверное, как и все, я смотрел фильм, но не читал. А вот слева «Великий Гэтсби» Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Обязательно, обязательно советую. Просто книга великолепная. Причем насчет фильма. Ну, фильм тоже, кстати, очень классный, который современный. Не знаю, есть ли там какой-то несовременный. Ну, в общем, современный мне очень нравится. Тоже готов даже его пересматривать. Эрнест Хемингуэй «Старик и море». Ой, я, кстати, помню об этой книге. Мне там Паша писал, что, типа, книга про... Или говорил. Книга «Старик и море» — это чисто полтекста. Это слова «Старик и море». Там везде «Старик и море», «Старик и море». Ну, это все, конечно, шуточки. Я пока что с Хемингуэем не знаком. У меня лежит одна его книга. На военную тему, не помню название. Ну, не буду сейчас вспоминать. Если что, потом где-то напишу об этом. Ну, наверное, книга тоже должна быть здесь. Все-таки не просто, что тогда ее сюда поставили. Наверное, хорошее. Если читали, делитесь своим мнением и будем разбираться. Джейн Эйр Шарлотта Бронте. Джейн рано стала сиротой, а жизнь в доме тетки была далеко не счастливой. И любовь к строгому и угрюмому мужчине далеко от романтической истории. Ну, кстати говоря, вроде бы как это, наверное, из «Сестер Бронте» вроде как это самое сильное произведение. Я читал только Эмили Бронте, ой, да, Эмили Бронте, «Грозовой перевал». Джейн Эйр у меня тоже есть, но пока не читал. Но думаю, что тоже хорошая книга. А дальше книга Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Лежит у меня она, но я пока ее не читал. Боюсь объемов, очень как-то не хочется. Но книга точно крутая, она заслуживает свое место в этой подборке 100%. А слева «12 стульев» Евгений Петров и Илья Ильф. Кто не знает Остапа Бендера и Кису Воробьянинова и их вечные неудачи, которые связаны... А, я понял, вы поняли интонацию, я не ту сказал. Ну, короче, что главное самое? Главное то, что это тоже очень известная история. Ну, я знаю, фильм там, да, есть. Я его как-то мельком много раз смотрел. Но полноценно не погружался в эту историю и думаю, что вообще надо это сделать. Да, ну, пусть будет 50 на 50, не знаю, интересно это или неинтересно. Интересно. Далее. Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Читал эту книгу. Вот, кстати... Ну, нет, ладно. Она заслуживает свое место здесь. В принципе, довольно интересная история. Ничего плохого про нее сказать не могу. Но я помню то, что для меня самый хороший герой это был мистер Беннет. Это отец всего семейства. Он прям такой прям мужик, который сделал эту книгу, можно сказать. А слева у нас «Белый клык» Джека Лондона. Тоже, думаю, многие слышали об этой истории. Я ее не читал, к сожалению. Ну, с Джеком Лондоном у меня такие отношения очень спорные. Я читал Мартина Идена. Потом я читал «Сердца трех». «Сердца трех» был вообще среднячок для меня. И как бы все. Вроде больше ничего у него не читал. Дальше две великолепных книги «1984» Джорджа Оруэлла. Потрясающая антиутопия. Я уже миллион раз о ней тут рассказывал у себя на канале. Однозначно рекомендую всем с ней познакомиться. Кстати, по-моему, в недавнем ролике о лучших книгах, третья часть, там тоже о ней рассказывал. А слева у нас Патрик Зюскинд «Парфюмер. История одного убийцы». Тоже великолепная история. История сумасшедшего гения. Вся его жизнь заключена в запахах. Он пойдет на все, чтобы создать идеальный аромат. Там прям очень классно описывается, как у главного героя. Вот это влечение к запахам, как у него есть талант, когда он чувствует и распознает любые запахи. Короче, всем однозначно советую обе этих книги. Я отошел попить, потому что я довольно подустал. У меня устал уже язык немножечко говорить. Ну, ничего страшного, теперь все хорошо. Так, я, кстати, вам здесь что-то перекрыл, да, как-то немножко. Может быть, вот так вот меня чуть здесь... Не, давайте, ладно, вернем. Я думаю, там ничего страшного. Я, в принципе, стараюсь текст сделать так, чтобы вам видно было. Двигаемся дальше. Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Тоже прекрасная антиутопия, в которой сжигают книги. Пожарные сжигают книги. Всем настоятельно рекомендую. Это великолепное произведение. А слева у нас Маргарет Митчелл, унесенные ветром. Здесь ненужные слова. Эту историю любви, борьбы и воли знает каждый. Знает каждый, да не каждый. Я вот, например, не знаю, но не потому, что мне не нравится, а потому, что я просто еще не добрался, как бы, до нее. Но обязательно буду читать. Тоже книга великолепная должна быть. О, английский пациент Майкл Андача. Я читал эту историю. Она вызвала у меня спорные впечатления, потому что, ну, там довольно такой сложный слог. Но в целом я остался доволен. Это был, кстати, один из первых отзывов, которые я выкладывал уже запрещенной соцсети. Да, да, эта книга была прям... То есть это было два года почти назад. Это был январь 20... 21-го, январь 21-го года, да. Нормально, нормально. Я знаю, что это хорошая книга, но, кстати говоря, насчет вот этой подборки не уверен, что эта книга должна быть здесь. Не могу сказать, что она прям настолько классная, чтобы прям быть вот обязательной там, да, в топ-100 книг вообще всех времен у народов. Слева Джон Ирвинг «Мир глазами Гарпа». В этой книге поднимаются темы семьи, детства, дружбы, любви, измены и предательства. Хочу прочитать эту книгу, она у меня на примете, но я купил, кстати, отель Ньюгемшир у него, последнюю. Ну и до этого я тоже доберусь. Книга, я думаю, великолепная, мне много раз ее уже советовали. Иэн Бэнкс «Осиная фабрика». Слышал про такую историю, но так, что здесь у нас? Рассказывает история своего детства и описывает настоящее. У него свой мир, который может рухнуть в любой момент. Неожиданные поворотные моменты в сюжете придают особый вкус всей истории. Угу, угу, угу. Ничего не могу сказать на самом деле. Я не читал, просто много раз слышал. Если я много раз слышал, наверное, это о чем-то говорит, да, что все-таки книга должна быть хорошей. Хотя, как я уже вначале сказал, у всех вкусы разные. Поэтому тут мы с вами не можем сказать, что нам точно что-то понравится. «Пена дней» Борис Виан. Вот это что-то очень интересное, я ни разу не слышал. У каждого из компаний и друзей своя судьба. Все идет легко и просто. Дружба, любовь, разговоры. Но одно событие может изменить все и разрушить привычную жизнь. Большие вопросы. Не знаю, что это такое. Обложка, конечно, прям очень своеобразная. Ну, давайте 50 на 50 этой книги поставим, потому что я не знаю реально. Я не понял, кстати, почему ближе к первым книгам попадаются книги, которые вообще я не слышал и не видел никогда. Мне кажется, вы должны быть в конце были такие книги, а тут все только в середине. «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера. Окунитесь в мир ощущений и чувства распутника Томаша, который привык менять женщин. Лишь бы никто не смел забрать его свободу. Анотация интересная, не читал. Вот с такой обложкой я бы, конечно, покупать не стал. Мне не нравится. Слева Герман Гесса, «Степной волк». Вот об этой истории слышал, да. У меня лежит у Гесса какая-то книга одна. Не помню. Может быть, что-то Дэмиан или что-то такое у него есть. Но пока что с его творчеством я не познакомился. Не знаю. Ну, вроде как на хорошем счету этот писатель находится. Так что оставляем. Так, 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 так. А что это у нас здесь за интересная очень обложка такая? Это какая-то уже авторская обложка. Станислав Лем, «Солярис». Да, это узнаю, что книгу надо обязательно прочитать. Она прекрасная. Это научная фантастика вроде как. Так что буду-буду читать точно. «Марсианские хроники» Рэй Брэдбери. Читал эту историю. Опять же, фантастика вроде как не сильно моё. Но вот это, там по сути сборник рассказов. Да, здесь так и написано. Сборник фантастических рассказов. И, по сути, там всё сводится к тому, что, ну, чтобы показать, что вот люди уничтожили Землю, да, там, экологию и всё. И вот когда они, там, добираются до Марса, они начинают и его уничтожать. То есть вот такая, там, ну, интересная история. Советую, советую обязательно прочитать. Она небольшая. Ну, вот этот сборник небольшой, так что можно читать смело. Сёгун Джеймс Клавелл. Не слышал, не слышал такую историю. История английского моряка, который волей судьбы оказался в Японии. Роман эпопеек, где есть исторические реалии, интриги, приключения и тайны. Может, может и стоит прочитать. Ну, опять же, по такому названию мне как бы не особо хочется. Не знаю, это просто импульсивное решение, да, вот. Просто сейчас не хочу и всё. Слева у нас Альбер Камью, Чума. Так, а там у нас... А, ну Камью был, да, уже ведь? Правильно? Посторонний там была книга, да. Чума у меня... Ой, или нет? В общем... А, у меня, наверное, 100 лет одиночество. Подождите, это другая, это Гарсия. Чума, мне кажется, у меня есть, но тоже не читал. Если прочитать эту книгу, все представления о жизни и смерти поменяются диаметральным образом. Угу. Ну, я знаю, что это великолепная история. Буду читать обязательно. Повелитель мух, Вильям Голдинг. Такую тоже знаю, но тоже не читал. Но, по-моему, кстати, это антиутопия. Почему я её не прочитал, это большой вопрос. А слева у нас Чапаев и пустота. Виктор Пелевин. Ничего себе. Сложная история, которую сложно понять с первого раза. Рассказ о жизни поэта-декадента, который ищет свой путь. А к просветлению Петра приводит Чапаев. Я даже не слышал о такой истории, если честно. Пелевин вообще ничего не читал, поэтому тут даже сказать ничего не могу. Правильно, это же Пелевин, который сейчас пишет. Я же ничего не путаю. Да, наверное, современный Пелевин. Всё так. Окей. Тогда идём дальше. Энтони Бёрджес. Заводной апельсин. А вот тут могу вам сразу смело сказать, что да. Это просто великолепная книга. Я её обожаю всем сердцем. И прям в первой строчке здесь всё написано. Это не самая приятная история, но она показывает человеческую сущность. Рассказ, как из любого человека можно сделать послушную и безмолвную куклу. Прям вот если не читали, если вот хотите что-то почитать, берите прямо сейчас эту книгу. Но там немножечко много... Но хочу сказать вам о том, что будьте готовы. Там немножечко есть таких ужасных, неприятных сцен. Поэтому если у вас не особо нейтральное отношение к событиям вместе с кровью, которые связаны, то будьте аккуратны. Кстати, да, почему-то на обложке 18+, нет? Не знаю. Мне кажется, это 18+, книга. Данте Алигьери «Божественная комедия». Очень хочу познакомиться, честно говоря. Но, блин, ну такая аннотация, конечно, да, мне прям очень нравится. Я вообще не фанат, но очень хочу. Да. Напишите, стоит сделать это или нет. Дальше идём. Гёте Фауст. Угу. Отлично. Такое тоже знаем. Как раз это тоже в стихах, как и Онегин, которого я сейчас читаю. И, кстати, из «Божественной комедии», да, вроде как, есть какая-то связь, которая затягивает в «Историю о Фаусте», который продал душу дьяволу. На самом деле, мне кажется, эти произведения все просто великолепные. Вот правда. Я думаю, что надо их обязательно прочитать. Я доберусь. Точно доберусь до них. Слева у нас Владимир Набоков. Камера «Обскура». Надеюсь, что правильно. Ничего не могу сказать. Говорят, что там прослеживается ещё тема с Волитой. И вообще, после Волиты, конечно, продолжать читать Набокова не особо хочется. Но про эту книгу знаю, что она тоже вроде довольно сильная. Поэтому пусть остаётся. Борис Пастернак «Доктор Живаго». Есть на полках. Пока что не добрался. Но знаю, что это, конечно, тоже просто потрясающая история. История о жизни интеллигенции того времени XX века. А также книга поднимает вопросы религии и затрагивает тайну жизни и смерти. Думаю, что тут вопросов не остаётся. Книга обязательно должна быть прочитана. А вот и та книга, которая у меня как раз лежит. А я не мог вспомнить название. Эрнест Хемингуэй «Прощай оружие». Фредерик добровольно отправился на войну, где стал врачом. В санитарной части, где даже воздух пропитан смертью, рождается любовь. Вот, да. Прям даже без слов. Я думаю, что эту книгу надо обязательно прочитать. Причём сделать это довольно скоро. Прям очень хочу познакомиться. Мы, кстати, набрали с вами хороший темп. Да, у нас час десять. Я думаю, что всё отлично. Мы прям очень хорошо укладываемся. Я просто не хочу делать, ну там, на два часа, на два с половиной. Это, мне кажется, прям перебор. Здесь же мы неподробно, да, с вами рассматриваем. Мы пытаемся оценить, ну, во-первых, как бы понять, да, стоит эту книгу тут оставить в этой подборке или нет. Ну и, конечно, найти что-то для себя. Потому что, как вы видите, много книг из этой подборки я читал, поэтому могу тоже коротко своё мнение сказать. И надеюсь, что вам что-то понравится, и вы найдёте книгу для себя. Какой-то миллиард отступлений во время записи у меня случается сегодня. Ну, да ладно. Евгений Замятин «Мы» — это основатель антиутопий. Я тоже о его книге об этой рассказывал, я её читал. Книга интересная. Она, на мой взгляд, слабее, допустим, Хаксли и Оруэлла. Но надо понимать, что Замятин был первый, кто в этот жанр ворвался и, по сути, его основал. Поэтому, конечно же, 100%, 100% книга здесь должна быть, её надо обязательно прочитать. «Аркадий и Борис. Стругацкий. Понедельник. Начинается в субботу». Обложка, кстати, довольно интересная. Да. Ну, я не читал. Не знаю. Наверное, ну, пусть остаётся, да. Раз уж так много Стругацкого здесь. Хотя, раз так его много, давайте будем считать, что... Нет. С чего я буду так вообще оценивать? Да, это будет очень странно. Думаю, что это произведение хорошее, но я пока до него не буду добираться. А вот эту я обожаю. Мартин Иден, Джек Лондон. Это история о духовном развитии и становлении личности. И я настоятельно рекомендую вам ознакомиться. Эта книга одна из самых лучших в моей библиотеке. Я прям обожаю эту историю. А слева у нас снова Хемингуэй. Это уже третий раз. Книга «По ком звонит колокол». На страницах книги «Война», но даже в мире полным боли и страха, есть место прекрасному. Получается, и в «Прощай оружие» он там говорит про войну и про любовь, и здесь тоже. Но я думаю, что как бы ни случилось так, что мне очень понравится его творчество, и я начну скупать все его книги. Так что да, ну эта книга, я думаю, тоже великолепна. «Приключения Алиса в стране чудес» Льюис Кэррол. Думаю, все знают. Я даже не удивлен, что эта книга здесь. Сто процентов надо прочитать. Но я... Вы поняли, я этого еще не сделал. Не знаю, соберусь когда-нибудь или нет. Но в любом случае, это точно классная книга. Слева у нас «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Тут я тоже, думаю, много кто слышал об этой истории неоднократно. По праву книга считается известной и популярной. Ну и в этой подборке, я думаю, она оказалась не зря. У меня, кстати... По-моему, она на английском, кстати, у меня лежит. Да. Точно лежит. А мы идем дальше. «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Ну, конечно же. Без этой книги здесь тоже не могу обойтись. А где, кстати, у нас Стейнбек? Простите. Почему здесь нет Стейнбека? И почему здесь нет Ремарка? Это что такое? Что за дела? Я очень надеюсь, что в последних 20 книгах я найду там Ремарка хотя бы. Потому что тогда все было зря. «Собор Парижской Богоматери» у меня стоит на полке. Пока что не добрался. Но все книги Гюго, по-моему, у меня прочитаны, которые есть. Поэтому «Собор Парижской Богоматери» обязательно читаю следующий. «А слева 100 лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. У меня тоже есть эта книга. О, да ведь? Я ничего не путаю. Вроде бы нет. Вроде бы есть точно. Буду читать. Пока не знаю, когда. Вроде она довольно тяжелая к восприятию. Но прочитать очень хочу. И как я и говорил, Стивен Кинг у нас по-любому вернется. И вернулся он к нам с книгой «Зеленая миля». Думаю, большинство смотрели фильм. Трехчасовой, по-моему. Я очень проникся фильмом, когда смотрел. А еще больше я проникся, когда прочитал книгу. Потому что в книге еще больше подробностей, чем в фильме. И книга вызывает эмоции еще хлеще даже, чем фильм. Поэтому вам тоже обязательно рекомендую. А слева у нас Гесса. Дэмиан. Вот, я, кстати, об этой книге говорил. Возможно, она у меня есть. Я правда забыл, не помню. Ну, как написано у нас с вами в аннотации. В этой книге есть ответы на многие вопросы. На какие многие, пока мы не знаем. Но будем надеяться, что это вопросы очень нужные и полезные. Ну, думаю, что эта книга не просто так здесь тоже находится. Наконец-то. Неужели это случилось? Я очень рад. На западном фронте без перемен. Эрих Мария Ремарк. Естественно. Эта книга, которая, по сути, принесла известность Ремарку. Оставляю вам подсказку. Тут, сверху. На биографию Эриха Марии Ремарка, которую я снимал. Видео там довольно интересное. По-моему, полчаса. Полчаса, где-то так. Это книга о войне от лица простого солдата. Книга о том, как война ломает и калечит души невинных людей. И я советую всем прочитать эту книгу. Она просто прекрасна. И я думаю, что надо ее перечитать. А слева грозовой перевал Эмили Бронта. И тут, кстати говоря, я бы эту книгу отсюда убрал. Вообще, мне она давалась с трудом. То есть, ну, мне как бы было интересно, в принципе. Но я не могу сказать, что это какое-то для меня было суперинтересное произведение. То есть, я сейчас говорю, что было интересно. Следом говорю, что нет. Скажу так, что просто там такая готическая тема поднимается. Мрак вот этот вот все. Мне это немного далеко. Поэтому вот 50 на 50. Давайте в пограничном состоянии оставим эту историю. Дальше у нас поющие в Терновнике Колина Маккавелл. Лежит книга. Но пока только лежит, к сожалению. Тоже хочу прочитать. Знаю, что это тоже великое произведение. Сегодня у нас столько великих произведений. Я уже просто устал повторять это слово. Но я надеюсь, что вы еще не устали меня слушать сегодня. Потому что я сегодня нахожусь в большой радости от того, что снимаю это видео. Не думал, что оно получится настолько интересным и эмоциональным. Ну, про поющие в Терновнике понятно. Я думаю, что точно здесь остается. Мертвые души Гоголя тоже читал. Читал вот недавно. Наверное, весной. А в школе не читал. Напоминаю, что в школе я не читал вообще ничего. Если вдруг кто-то забыл. Итак, давайте сейчас сделаем прогноз. Какие книги я бы еще хотел здесь увидеть? Я бы хотел увидеть Гроздья Гнева. Точно. Точно хотел бы увидеть. Я бы хотел здесь увидеть портрет Дориана Грея. Сто процентов. Я бы хотел увидеть... Ну, Бакмана здесь, наверное, не будет. Типа современный слишком. Ну, окей. Ну, давайте пока так. Хотя бы что-нибудь из этого было бы. Там сколько осталось? Двенадцать книг. Триумфальная арка. И снова ремарк. Видите, к началу все-таки ремарк у нас оклемался. И он сюда попадает, в эту подборку. И Триумфальная арка. Книга, которую я пропагандирую просто, мне кажется, перманентно, на постоянной основе. Я делаю это всегда. Читайте эту книгу обязательно. Вы получите уйму эмоций. Не всем заходит, но я хочу, чтобы заходило всем. Я очень люблю эту историю. А слева у нас крестный отец Марио Пьюза. Тоже недавно совсем рассказывал в какой-то из подборок об этой книге. Это история о мафии. Мафии, но эта история еще и о дружбе, о преданности, о предательстве, о семье, о любви и других непреложных истинах. Поэтому я вам советую настоятельно ознакомиться с этой книгой. А мы двигаемся дальше. Властелин колец, кстати, портрет Дориана Грея, естественно, он должен был здесь оказаться. Так, ну, про Властелин колец даже, думаю, говорить не стоит. Тоже великая история и фильм просто великолепный. Там, по-моему, несколько частей, да? Я фильм в детстве смотрел много раз, но вот книгу не читал. Но не уверен, что уже буду книгу читать. Ну, в ближайшее время точно. А слева портрет Дориана Грея, Оскара Уальда, как я уже сказал. Это история о самолюбии, эгоизме и порочной душе. История, которая наглядно показывает, что может случиться с душой человека, мучаемый пороками. Мучаемый? Что-то какое-то странное очень слово. Ну ладно, пусть будет так. Блин, как же в этой кофте удобно снимать видео. Это просто великолепно. Да, я просто вчера снимал видео, которое выйдет в конце сентября, потому что надо было снять его сразу. Я там говорил про то, что вот наступил холод, можно в кофте, а не в футболке снимать. И это прям большая радость. Ну вот еще и вам теперь сегодня тоже расскажу. Портрет Дориана Грея тоже великолепный. Я всем советую прочитать эту книгу. Я думаю, что вы получите просто море эмоций от прочтения этой истории. Приключения Шерлока Холмса Артура Конана Дойла. У меня уже сколько? Полтора года стоит полный сборник. Я прочитал оттуда ровно ноль произведений. Вот так вот, к сожалению. Ну, надо взять себя в руки, уже прочитать. Тоже великолепно. Михаил Лермонтов, Герой нашего времени. Кстати, я еще не прочитал. Не прочитал. Ну, я еще даже и не купил. Я пока все это дело откладываю. Но обязательно, рано или поздно, я, конечно же, решусь на эту покупку. И эта книга окажется обязательно у меня. Так, давайте смотрим дальше. Над пропастью воржи Джером Селлинджер. Я думаю, что эту историю тоже многие знают. Я тоже ее читал. Ну, она довольно сильная. Сильная, да, она о подростке, который своими глазами показывает свое восприятие мира, точку мировоззрения, отречения от привычных принципов и устоев морали общества, которые не вписываются в его индивидуальные рамки. Я думаю, что эта книга большинству должна нравиться. Вот, поэтому книга тоже здесь заслуживает места. А слева, как вы видите, у нас снова ремарк. Представляете, в последних книгах прям ремарк зачастил. Это уже третья книга «Три товарища», и это тоже просто потрясающая книга. Это история о трех друзьях или даже о четырех, потому что четвертый друг, машина, которая вместе с ними постоянно находится, это, по сути, полноценный персонаж этой истории. И я вам тоже советую эту книгу прочитать. «Собачье сердце» Михаил Булгаков. Кстати, да, у меня есть она в сборнике, в старом. У меня в букинистике книга есть. А вот, кстати, сейчас в планах Морфии прочитать оттуда, там, 30 страниц всего. Тому, я думаю, за денек я прочитаю. Ну, кстати говоря, напишите, что про «Собачье сердце». А слева «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери. Читал эту историю, ну, не могу сказать, что она на меня произвела большое впечатление. Мне кажется, надо было ее прочитать мне чуть-чуть пораньше. Там, лет, может быть, на пять раньше. Или, например, наоборот, прочитать еще лет, там, через 10-15. Тогда, возможно, мне будет поинтереснее. Сейчас, ну, я понимаю, что история очень хорошая, она интересная. Но вот такие смутные ощущения от прочтения. А, и мы с вами уже добрались до первого и второго места. Второе место здесь. «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. Кстати, что странно. Когда была книга «Идиот», было просто написано «Федор Достоевский». А здесь уже «Федор Михайлович Достоевский». Вот так вот. Все знают эту историю, я, ну, люди, которые интересуются, да, книгами, они знают, что есть такая вот книга «Преступление и наказание». Она об этом и рассказывает. И я тоже хочу ее прочитать, пока что этого не сделал. Но книга, я думаю, что обязательно должна быть прочитана каждым человеком. Ну и вот по первому месту, ну, мы уже решили, что, да, здесь первое место или нет, это просто здесь порядок, да, не обязательно, что это самое лучшее. Короче, к чему я это все говорю? К тому, что «Мастер и Маргарита» для меня далеко не лучшая книга. Я согласен, что, наверное, ее стоит прочитать каждому. Для меня есть намного больше каких-то интересных книг. Возможно, здесь вот эти религиозные отступления мне очень тяжело даются. Я читал эту книгу, ну, уже довольно давно, наверное, года полтора назад. В целом остался доволен, но не могу сказать, что это прям самое лучшее, что я когда-либо читал. Вот так. У нас с вами получился просто какой-то невероятный ролик. Это на самом деле какая-то реально радость для меня, что получилось все настолько интересно, настолько мы подробно посмотрели, столько книг, столько всего обсудили. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и вы нашли для себя что-то полезное. Не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы следующее видео не пропустить. А также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, ссылка на который есть в описании этого видео. А на сегодня мы с вами прощаемся, но уже через неделю мы с вами увидимся снова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok